Гипотеза роста продукта. Меня зовут Миша Ряженко, компания Лид Стартап. Мы помогаем компаниям и корпорациям запускать маленькие продукты, растить их до больших, внутри или просто отдельно, как стартапы. Все это у нас классно получается. CJM, ну в общем, вообще абсолютно все. Сейчас я очень быстро расскажу, в чем основной риск гипотеза роста продукта. Многие думают о том, что если сделать вот что-то, 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 то это повлечет за собой очень классный, классный прям перформящий результат. На самом деле нет, спешу разочаровать, так не бывает. Задача ваша – тестить постоянно гипотезы и проверять их какими-то данными для того, чтобы, какой бы вы стартап ни делаете или любой бизнес, который вы развиваете, то есть, ну нет такой истории уже в 2020-2021 и дальше годах, что вы просто что-то сделали, оно полетело. Нет, такого нет. Надо всегда трекать результаты, соотносить количество ваших усилий и вложенных инвестиций с тем результатом, который вы получаете, определять для себя ключевые метрики по всем этим темам, кстати, есть ссылочки внизу под этим видео в описании, и есть видео на канал, то есть, статьи, все очень-очень много классного полезного контента. В общем, ваша задача – сделать так, чтобы вы не зависели ни в коем случае от неправильных решений, которые вы принимаете на основе непонятных данных. То есть, вы, когда какую-то гипотезу формируете, в первую очередь должны сформировать ее на данных, проверить какими-то данными, и вообще делать это регулярно. У нас в компании 10 гипотез в неделю стабильно тестятся на конкретных данных, и получается вроде довольно неплохо. Вы сейчас в том числе смотрите это видео по этому, потому что мы поняли, что YouTube для нас – это классный, воспроизводимый, масштабируемый канал. Но это совершенно не так было очевидно с самого начала, только когда мы уже убедились на данных, на небольших тестах, мы поняли, что это надо делать. Поэтому, если вы думаете, что запилите там много фич или много контента, или что-то еще, в ваш продукт, это абсолютно не означает, что продукт полетит. Вот это самое главное, что надо понять. Поэтому тесты, тесты, тесты гипотез, гипотезы, тесты, тесты гипотезы. Измеряем их данными, понимаем, принесет нам это в дальнейшем тот импакт-успех, можно по импакт-мейпингу работать, есть отдельное видео на сайте, либо не принесет. Если не принесет, не надо это делать, делаем другое. Но если без этого продукт не может существовать, или это влияет на поведенческие какие-то факторы, или пользовательские метрики продуктовые, ну тогда, соответственно, мы работаем над этим. Но опять же, для чего-то, чтобы достигать какое-то вовлечение, какой-то другой результат. Меня зовут Миша Ряженко, компания Лид Стартап. Переходите к нам на сайт обязательно, там ссылочки внизу, все классно, в описании. Подписывайтесь на канал, найдете кучу материала и по метрикам, по тестированию гипотез, и по всем остальным историям, рассказываем про наш кейс, про кейсы клиентов. И будем рады вас чему-нибудь научить, приложения или каким-либо другим способом, например, онлайн-тренингами, или придем к вам в компанию, расскажем, как мы это делаем, как тестим гипотезы, запускаем их и обосновываем через данные и через юнит-экономику. Спасибо, что посмотрели и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok